Блин, Джесс, Джесс, там опять эта чувиха пришла. Какая чувиха? Ну, которая вещи все твои выкинула. Катя? Ну да. Так иди открывай. Так она мои сейчас будет выкидывать. Ну, отстань от них, им пять лет, Катя. Охрененные джинсы мои. Я в них ходил, хожу и буду... Скажи что-нибудь напоследок. Я приду, кому выкину ваши вещи. Знаете, придет, поест, все нахрен выкинет и уйдет. Итак, ну сколько всего выкинула? Пока не уйдет. Пока. Спасибо. Прощай, старый шмот. Как бы, ребят, ну что, все в бизнес. И самое, с которыми Ваня желает расставаться на тяжелый люк. Мне показалось, что там какой-то такой, знаешь, писательский налет есть. И они у него с подворотами. Давайте сегодня развернемся, они посмотрят. Я думал, модно не модно. Странно, я тоже там пару раз на выступление был в ней, и все. Конда, я же наврал. Я у них в Турции был. Рубашечку старую оставь хотя бы. Поставлю сегодня Ваню померить все варианты его джинсов. Все варианты у меня, три штуки. Ну, прикольно, почему. Да, 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 надо налить. Пойдемте. Пойдемте. Все, тяжелые времена. На стали выкидывают вещи. Мы много оставили на самом деле. Да, и сзади нихрена не висит. Просто ничего нету. Блин, она пришла. Кто там? Это я, открывай, Вань. Я пришел. А никого нет дома. Это открывай, давай. Да. Мы встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих. Губительная радость. Мурашки, посты, ноги по холодному паркету. Ребятки, вот с чего начинается разбор с бухлишка? Конечно. Алкалавка открыта, сейчас гардеробная еще. Вот. Ну, у меня граненочка. Сами понимаете, тяжелые времена. На стали выкидывают вещи. Поэтому я с такого вот буду лупить. Ну что, мы до сих пор не приступили к разбору. Мы едим. Да, Катюш? Едим. Как тебе бутербродики с укрой? Очень вкусно. А салатик? Все вкусно, не могу остановиться. Но нельзя. Почему? Приступайте к разбору гардероба на голодный желудок. Понятно. То есть надо выкидывать все на полный желудок. На твой полный желудок. Да, да. Приехала, поела. Вот, да, вот. Смотрите, я, короче, распечатаю Катиной фотографии, повешу, чтобы вы знали, если вдруг звонит, знаете, придет, поест, все нахрен выкинет и уйдет. Все, знаете. Короче, вот мы поели, попили, потом еще раз поели, попили, а еще раз налили по одной. И приступаем, приступаем, приступили, все. Попили, попили, вон там, вот, все, у меня больше ничего нет, Катя, видишь, там нечего выкидывать, вот, там, немножечко. Он сожпрятал. Видишь, Катя, вот эти конверсы черные, которые сказал их, я вообще в них даже не ходил, они, я в них даже не ходил. Вот это тоже ты не ходил. В этих не ходил. Вот, как бы, ребят, ну, че, все, все в бизнес, все, все в бизнес. Смотри, вот, ну, видишь, они на... Почему ты их не носил? Ну, потому что, нет, ну, вообще, ты сказала, что, типа, беда с этим, и я взял их и просто туда, криво. Нет, ну, а вдруг, все-таки, я думала, ты будешь их носить, настолько же сразу, понимаешь? Нет, ну, классные конверсы, черные. Вообще, говорю, я прям... Короче, ребят, сейчас будем вот это разбирать. Секайте, хлебом не кормя, она сразу взяла все. Все взяла, смотрите, не пускайте, говорю, взяла все берет, и все подает, рубашечку старую оставь, хотя бы мне, чтобы, это... Так, скубян, мои кеды, других нет, других нет, все, все в бизнес, все в бизнес, все в хима, в матрешку уходит, в шеряки. Все, у меня, в общем, это все Лены. Дожди, а вот эти, которые там, вот, коричневые, тоже Лены? Да, это коричневые кеды. Да, это коричневые кеды. Ну, отстань от них, им пять лет, Кази. Ладно, ладно, хорошо, вот еще одни есть. Все, больше нет. Так, короче, ну вот тут повторяется история. Все, все, все. Ты глянь, просто, какой Микки Макс. Ну, вообще. Выкидываете? Как вы думаете, мы ее достаем? Смотрите до конца, потом, да? Смотрите, он опять наврал, все скрывает, еще вот это, из-за промок, мы достались с молниями, но... А у меня есть еще одни черные, ты их видел. Ты тогда, когда мы о Лене, говорит, помнишь, покупки делали, ты сказал, что выкинь их прямо в этом торговом центре. Прямо оп, открывается кровь. Сошли померятые, мы узнаем, оставляем их или нет. Если что, быстренько приезжайте, адрес в описании и забирайте из помойки номер 7. Так. И там какие-то, слушай, красные где-то у меня еще были. Сейчас, красные, сейчас, секунду, я же наврал. Я у них в Турции был. Оставишь шортики? Ну, пока не скажем, посмотрим. Сейчас, я тебе еще что хочу прожить. Поставлю сегодня Ваню померить все варианты его джинсов. Все варианты у меня три штуки. Все варианты, ну-ка, какие есть, чтобы мы изварились полностью от истории вот с такими заужинами. А что, слушай, чем херов заужина? Так хорошо было. А потому что они будут собираться кверху, когда ты садишься, когда ты двигаешься. И мы пропорции как бы режем, как бы визуально. И в том числе у нас был запрос определенный по картистике. Это ты хочешь меня надеть вот как школьника? Сейчас модные 16-летние ходят с короткими такими штанишками, которые... Нет, нет, нет. Мы наоборот будем уходить в длину и закрывать вот эти все молодежные открытые голые щиколотки и делать образ таким, который соответствует нашей картистиле. Хорошо. Сейчас будем мерить. Вот, первое. Второе. Ребяточки, кстати, свитерок уже тут запорола. Она все сказала, все. И получается третье. Это штаны. Это они самые... Им 5 лет. Ты наврал еще классические джинсы. Этим 4 года. И они у него с подворотами. Давайте сегодня развернемся, не посмотрим. Я думал модно, не модно. Или давно было модно? Нет? Мода, она приходит и уходит, понимаешь? А нужно, что остается вне времени и подходит длинно тебе. Понятно. Все, ладно, окей. Это мои самые стильные. Самые стильные, самые, кстати, тяжелые. И самые, с которыми Ваня же хочет оставаться. Тяжелый люк. Он до дыры заносил, что уж точно... Я, кстати, надевал это пару раз. Она, кстати, на какое-то из выступлений. И, по-моему, еще надо выступить. Сейчас мы шмельте, а мы тебе поднимем. Это ты их тогда сказала, что надо выкинуть прямо в торговые. Ну, а ты их не выкинул. Тем не менее, ждал, чтобы я пришла и выкинула. А свитерки еще там? А мы еще не посмотрели. Так, это свитерок. Ему тоже 5 лет. Красные, красные, винные. Вань, заставлю померить, потому что, честно, есть вопросы к тому, что он не первый уже свежий. Нет, он как бы там такой... По цвету. Возможно, мы куда-то его сможем применить. Как говорится, на плечики накинуть. На улицу. Завязать на улицу. Ну, шашлыки. Нет, он такой вариант уже. Винно-шашлычный. Сейчас можем как-то его рассмотреть. Слушай, мы шашлыко сжарить в таком, например, под осень. Когда, а? Вот. Нормально вот это? Вот, честно. Но мы не исключаем того момента того, что многие бренды сейчас специально застаривают вещи. А вдруг вот так... То есть я еще куда-то газусь там в этом. Взял и пошел. Так. Слушай, а вот этот свитерок у меня два. Не думай, что... У меня два. Онь, это вообще моя любимая история. Я всегда... Чего-то мужчины любят покупать какой-нибудь косичек. Два раза на село. Раза-два его носил. Да, понимаешь, что... Мне интересно, а почему ты выбрал именно такую фактуру? Это первый вопрос. Мне показалось, что там какой-то такой, знаешь, писательский налет есть. То, что я вот когда надеваю... Я два раза надевал. Один раз куда-то, а второй раз Пашке Санчуковскому ходили в музло писать. Я как раз приперся, видно, было жарко. Я сразу снял. И все. А мне интересно, почему такой цвет? Ну, мне показалось, что это... Модно, нет? Нет. Ну, ладно, давай даже поднимай. На тот момент мне показалось, что модненько. Ну, вот, кстати, отдать должное. Вот, по почти идеальному состоянию. Ну, два раза. Да, так это... Да, да. Ну, может, себе заберем. На шашлык. Ну, короче, не модный, да? А в итоге смотрите. А то сейчас вам все скажу, и вы даже не будете смотреть. Так. Так. Ну, вот это очень красиво. Я, короче, тоже... Я там, знаешь, некоторые вещи, которые висят, странные. Я тоже там пару раз на выступление был в ней, и все. А почему? Не знаю. Ну, она большая. Я надеваю ее, и она большая. Как ты ее покупал? Ты был трезвый? Ты был в себе? Специально большой. Я, знаешь, в этот момент побольше купить. Что-то там... Лен, Лен, иди-ка под вышку, да? И так... Ну, знаешь, ты не на вырост, конечно, но побольше, типа, потому что... Вы с тобой разговаривали. Помнишь, в разборах, что почему-то вот... Был у меня момент, что все больше хочется. Мешковатое. А что ты скрываешь? Мешковатое. Что пудовое. Я-то вижу, что она скрывает. Так. Вот этих рубашка. Вот, да. Короче, она... Что, она какая? Можно как платье с поясом для девочки? Оп! А так? Нету, да? А так посмотрим. Ладно, ребятушки, у меня есть еще футболка. Футболку даже не смотри, то она... Ой, какой там мужчина-то, а? Моряк? Она такая... С трубкой? Как бы домашняя. Я как... Домашняя. Ну, на шлыки. У нас, понимаете, вот все сегодня. По сене пойти к речке прекрасно. Так, короче, ее тоже туда. Ну, туда на шлыке. Слушай, а с черепом что? А с черепом... Тоже пару раз надевал, из-за этих, из которых, на выступление. И на какие-то... С черепом мы сейчас в любом случае померим, потому что... Ну, куда-то она все-таки можно, да? Она интегрируется. Она в хорошем состоянии. И плюс у нас была история принята в карте стиля. И она вполне имеет место быть по всем параметрам пока что. Заметилась странность? То, что ты говоришь более-менее, я это одевал пару раз почему-то. Типа, а то, что вот, не знаю. Ну, ты видишь, какой мочий. А мы сейчас померим, посмотрим, и если все будет идеально, мы ее оставим, потому что... То есть как раз на нее свитерочек куда-то двинует? Мне она очень нравится. Правда. И то, что она удлиненная. И потом ты можешь сюда вставить из прямо нашей презентажки карты стиля какие-то образы, и чтобы люди сразу поняли, как это смотрится не на мне, а на мужском прекрасном теле. Так, хорошо. Вы, блядь, у меня этот край. Это после трех... Ты сам наделал. Вань, так модно. Оставляю? Точно, вообще просто. Блядь. Хорошо. Иди, иди ко мне, шага не быстрее. Что дальше? Вань, вот на самом деле ты опять скрыл от подписчиков, что в закромах вот этого свитшота, где была черная базовая футболка. Я ее носил. Я абсолютно открытое честно показываю, что он от фасады скрыл. А мы сейчас тоже... Я ее носил под ним, холодно было. Медитый, неведитый, ты спрятал ее от меня. А вот это сейчас будем мерить. Это ведьмак? Мы будем мерить? Его, да? Все, класс. Ты боишься, да, что ты? Давай, у нас тут мой ведьмак. Никогда не носил, потому что думал, что типа... Ну, не заебись, но типа белая футболка какая-то всегда. Я вот на белую футболку, а вот я с синими джинсами черная никогда не носил. Ты смотри, какой черный это стиль, и иди к зеркалу, смотри, что. Смотри, мне кажется, надо налить немного. Перенервничал. Перегрелся, жарко сегодня. Пошел поддержать. Да. Так, ну сколько всего выкидываешься? Пока не внук, но вот это. Ну, я все делаю наоборот, непонятно. Ну, прикольно. Почему? Да, да, да. Надо налить. Пойдемте. Пойдемте. Ну, понятно. Конечно, можно и поаккуратнее будет. Вот. И так, и так. Кстати, зря ты грешил на рубашку. Она вполне себе очень... Мне казалось, что она, знаешь, типа большая. Нет, она смотрится очень хорошо. И тут с воздухом тоже все, как бы, в порядке, в норме. Кстати, эту рубашку я помогала выбирать. Ну, надо слушать чаще. Вот, это было тогда... Когда? Два года. Два года рубашечка. Короче, вот что? Вот, понимаешь, обувь туда добавил и пошел. Какой, блядь. Ну, мы же сейчас посмотрим, мы еще до нее не добрались. Ну, что с этим делать-то? Это мы оставляем. Все прям, да, прям вот так? Видите? Все, в чем я не ходил, мы оставляем. Я дома... Не надо мне дома ходить? Можно выкинуть. Понятно. Не надо, да, дома ходить? Ой, ну просто. Не, я думал прикольно, типа, моложусь. Я не моложусь с этим, нет? Даже Маруся замолчала, не молотишься. Не так подвернут мне и горло. А два раза нам подвернут или один? Вот так. Ну, ну шашлыки, Вань, смотри, как хорошо. Если там какой-нибудь уголечек отлетит, еще что-то. Даже не увидишь, что испачкался. Думаю, глянь, какая-то... И столько воздуха, вот так ты и любишь. Не то, да? На шашлыки остались. Ну, нормально. Нет, на шашлыки нормально? Да, на шашлыки, да, нормально. Джинсы, кстати, решили оставить. Вань, покажи, какие джинсы остываем. Какие они? У меня одни улицы. У меня одни синие. В смысле, вот мои джинсаки. Это единственные мои джинсы, которые, вот они. Видите? Охрененные джинсы мои. Я в них ходил, хожу и буду ходить. Подворотов скажи, разве нового хорошо? Видите, подворотов нет больше, как новое. Все. Вот мои модные штанцы. Вы видите разницу? Ну, получше, меньше воздуха. Получше, получше. Видишь? Я не могу поднять. Это цвет, это воздух уже есть. Твари раз с ней делал. Ну, а что с резинками? Будем сейчас обрезать их и освобождать их тоже от вентиляции. Эти штаны туда, говоря? Снимай, снимай, туда. Так, ребята, смотрите, пошло мое пальто, где пошла куртка. Еще какая-то куртка. Мы много оставили на самом деле. Да, и сзади нихрена не висит, просто ничего нету. Это мы повесим сейчас. Мы мало выкинули. Так что Ваня очень поменял. Выкинули, короче, самое неактуальное, получается, да? Самое неактуальное. Типа, которая уже вообще не вариант. Что неактуально, что уже не по размеру, что Ваня неправильно постирал. Остальное мы все прекрасно оставили. И просто дополнили покупку. Ваня очень хорошо стирал, на самом деле. Так что он зря наводил суету. И кидосы надо всех, короче, в печку, да? Чтобы помыть, а его отдать в чистку, я скажу, куда. Либо, как говорится, заменим на новые и желаемые. Окей, все. Все, ребятушки, пока. Скажи что-нибудь напоследок. Я приду, кому выкину ваши вещи. Теперь пальтишко. Моя пальтишко. Так. Сколько она у тебя лежала? Ого. Пальтишко. Ну, 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 10 лет. Ой, на комуте не очень повезет. Так, блядь, штаны. Чем штаны? Сколько у тебя было мешков? Четыре. Четыре. Ну, очень повезло, очень даже в целом. Как ты чувствуешь, Павел? Как ты чувствуешь? Нет, да классно, все классно, хорошо. Хорошо, да? Хорошо, особенно, когда выкидываешь джинсики, которые несколько раз надевал, так вообще, напрюшает карьер. Блин, бородач. Спасибо тебе за все. Он в Сурцию съездил, ты покойся с фиром, все хорошо. Блин, диснеевская штука, ну. Про эти станы не буду еще говорить. Ну, не говори, просто давайте упакуем. Затягиваем. Оп. Ну, все. Куртку. Кому-то не повезет, кому-то просто повезет. Летом я выпьедываю куртку. Вы еще на спинке забрать. Так, это тоже. Как сюда что-нибудь помочь, наишки, в эту клетку влезутся. Ну, давай, давай рядышком, может, у нас полный набор. Это сейчас все отправится у нас в мусорку. Нет, мы и нет, а это да. Все, прощайся, прощайся, старый шмот. И вот сюда его. Главное, потом не забери обратно. Да. За уголочек зашел и забрал. Все, забирать не буду. Ну, все, Витя, Катя все выкинула и поехала дальше. И довольная, и поехала. И поехала дальше выкидывать. Все. А ты поехал.